МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Конфликт между соседями перерос в драку и чуть не закончился большой кровью. В одном из домов по улице Адарасского две женщины с кулаками, ножом и палкой с торчащими гвоздями набросились на своего соседа. Одна из нападавших, к слову, беременна. Из-за чего разгорелся конфликт, знает Анна Городнова. Артур, это сотрудник полиции меня запусти. Теперь Артур, кроме сотрудников полиции, дверь своей квартиры никому не открывает. На него напали две женщины, беременная соседка и ее сестра, вооруженные, соответственно, ножом и палкой. До свидания. Рассказывать историю конфликта на камеру молодой человек отказался, но без видеосъемки не стал скрывать. Все произошло буквально на ровном месте. Две квартиры, в одной живет он, во второй семейная пара, объединены общим тамбуром. Дверь в него также закрывается на замок. Находясь дома, услышал громкий стук в общую дверь. Посмотрел, увидел незнакомую ему женщину. Пришла она явно не к нему. На вопрос, кто там, не получил вразумительного ответа. Открывать не стал, просто зашел обратно в квартиру. Только потом узнал, что это была сестра его соседки. Последней не понравилось, что ее родственницы не открывали дверь, и женщины пошли разбираться. Одна взяла нож, другая гостья – палку с торчащими гвоздями. Прогуляться вышли. Скорость стоит. Ага. А потом смотрим, еще одна подошла, и полиция. Скорую и полицию вызвали невольные очевидцы того, как словесная перепалка соседей переросла в драку. Он получил и ножом по руке, и несколько ударов палкой по телу. Не надо, что с маяцкой. А тут такое. Женщинам стояли на госпитализации, боялись за ребенка. Молодому человеку врачи оказали помощь на месте. Теперь всем предстоит объяснять произошедшее уже следователям. Анна Городнова, Ленар Генатурин, Константин Бушуев. Вызов 112. Сегодня Бугульминский районный суд поставил точку в деле о нападении на семью известного в городе предпринимателя. Напомним, в сентябре минувшего года двое мужчин в масках и с пистолетами ворвались в дом 41-летнего Евгения Деданина. Угрожая оружием, связали всех, кто был в доме и требовали деньги. Бизнесмен смог вырваться и, защищаясь, нанес смертельные ранения нападавшим. Как позже установили следователи, организатор нападения ждал подельников на улице и усумел скрыться. Но был задержан спустя пару дней и сегодня выслушал вердикт суда. А Гульба Трудинова продолжит. Гульба Трудинова Мужчина, которого следствие считает организатором нападения, ждал, подельников в машине на улице и скрылся с места преступления. Спустя пару дней его задержали. Тем временем бизнесмену предъявили обвинение в убийстве двух человек, совершенные при превышении пределов необходимой обороны. Однако надзорное ведомство это решение отменило, посчитав, что превышения не было. Мужчина как мог защищал свою семью от вооруженных грабителей. Сегодня в Бугульминском суде вынесли приговор за нападение на предпринимателя. Убитых мужчин признали виновными в нападении. Оставшегося в живых суд признал организатором преступления и приговорил Андрея Климанова к шести годам заключения в колонии строгого режима. Айгульба Трудинова, написа Минязова, вызов 112. Пересек двойную сплошную и тут же столкнулся с двумя автомобилями. Водитель Opel Astra выезжал с улицы Худякова на Московскую. Решил сэкономить время и повернуть налево сразу же, хоть правила это и запрещают. В итоге его протаранил Hyundai Solaris. Разлетевшиеся в разные стороны автомобили продолжали сносить все на своем пути. Чем это закончилось, знает Рамиль Шайдулин. Никто ничего говорить не будет. Настроение у автоледи, сидевшей за рулем Hyundai Solaris, пропало мгновенно. Ее автомобиль в аварии получил самые большие повреждения. По словам очевидцев, двигалась она по Московской в сторону центрального стадиона. Вдруг прямо перед ней на дороге появляется Opel, выехавший из переулка на противоположную сторону дороги через двойную сплошную. Девушка не успела остановиться и въехала в правый бок немецкой иномарки. После удара ее отбросило на дорожное ограждение, а Opel протаранил проезжавший мимо внедорожник Киа. Ни один участник столкновения не сомневается, что виновным признают водителя Opel. Но сам он и его пассажиры не стали объяснять произошедшее. Прибывшие на место сотрудники автоинспекции оформили ДТП, участники аварии покинули место столкновения. Осталась лишь автоледи, управлявшая корейской иномаркой. Ее автомобиль больше не в состоянии передвигаться без помощи эвакуатора. Рамиль Шайдулин, Елена Аргеннатулин, Константин Бушуев, вызов 112. Лада 8-й модели и Шкода Рапид столкнулись на улице Адарацкого. Как рассказали очевидцы, восьмерка ехала в правом ряду и вдруг резко стала разворачиваться. Едущий слева водитель иномарки моментально остановиться не смог и протаранил Ладу в левый бок. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД, скорее всего, признают виновным водителя отечественного автомобиля. А водитель Шкоды самостоятельно не смог покинуть место ДТП и остался ждать эвакуатора. Уходя от столкновения с внедорожником, наехал на столб. Крупная авария произошла на сибирском тракте. Водитель автомобиля Альфа Ромео рассказал, что когда ехал по крайней правой полосе, слева его догнал водитель Тойоты Лэнд Крузер. Последний, не включая поворотник, решил резко перестроиться прямо перед легковушкой. И чтобы не врезаться в Тойоту, молодой человек вывернул руль вправо, где и встретился с мачтой городского освещения. Подрезавший его автомобиль останавливаться не стал. Водитель надеется, что найти его помогут камеры видеонаблюдения, если таковые имеются на данном участке дороги. Газель загорелась прямо на ходу на улице Михаила Миля. Из-под капота стал валить густой черный дым. Водитель успел вовремя остановиться и заглушить двигатель. Огонь тушили проезжающие мимо автомобилисты, но окончательно помог справиться с пламенем водитель бетонной мешалки. Как, знает нафиса Минязова. Начал машина просто дергаться, думаю, остановился, посмотреть, думаю, в чем причина. Что стало причиной того, что автомобиль начал барахлить и неуверенно ехать в черном дыму, вырывающемуся из-под капота Газели, мужчина понял сразу, как только вышел из салона. Капот приоткрыл и моментально захлопнул, чтобы к огню не поступал воздух. Но вот справиться с пламенем самому было сложнее. Ребята помогли по улице, в дорожники, кто мимо проезжал, кто увидел их бетон. Сначала били огнетушителями у кого что было, и потом остановили миксер, водовоз бетон. Миксером с водой все залили. К приезду огнеборцев пламя уже потушили пришедшие на помощь автомобилисты. Помощь пожарных не понадобилась. Мужчина в причины произошедшего прямо на дороге решил не вникать. Хотел подойти к вопросу без суеты и спешки, с холодной головой. Для него было сейчас важнее спокойно довезти автомобиль до дома. Тем более туда он и ехал, вез с огорода картофель. За продукты не боялся. Наоборот, шутил, грузил сырой, привез запеченный в мундире по-деревенски. В машине, как говорится, ушло. Грубо говоря, возраст есть. 15-13 года машина. Никогда ничего такого не было. Вроде сам из водителей сеташки. Самое главное сейчас до дома дотащить, а там видно будет. Смысл есть в установке. Ехать сама машина была уже не в состоянии. И водитель остался дожидаться посторонней помощи. Он планировал довезти фургон до места назначения на жесткой сцепке. А самому в обгоревший салон садиться уже не хотелось. Нафиса Менязова, Наиля Абдулин, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 898-69-112-112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.